МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА И года не продержались, почему в Карпатах отремонтированные дороги буквально расползаются. Секретное бракосочетание, как Филиппа Миттлтон замуж за миллионером ходила. Шокирующее убийство в Одессе. Правоохранители нашли тело девушки, которую искали с 16 мая. Как стало известно, в тот день 17-летняя студентка Одесской юридической академии Татьяна Маснюк воспользовалась услугами Яндекс.Такси. Водитель авто, который подвозил девушку, избил ее до смерти, а затем сжег тело. Он уже задержан и показал, где спрятал останки. Среди версий убийства – ограбление. Сейчас задержанного проверяют на причастность к другим подобным преступлениям. Впрочем, в полиции сегодня отказались что-либо комментировать на камеру, пообещали рассказать все завтра. В зоне АТО количество обстрелов уменьшилось, но до тишины далеко. Пока обходятся безградовые артиллерии, зато не умолкают крупнокалиберные пулеметы, гранатометы и минометы. Достается и военным, и мирным жителям. Сюжет Руслана Смещука из фронтовых Марьинки и Красногоровки. Передовые позиции в Марьинке. Здесь линия фронта проходит прямо по городским улицам. Миноветы работают, СПГ работают. Было, что и было, чтобы в БМП приезжали в гости, так сказать, поприветствовать. Начну ребят где-то вот, ну сейчас-то когда, 20-20 до 2, а там уже распасть захотели. Нам показывают последствия недавнего обстрела позиции автоматической пушкой БМП. Все вокруг в сквозных отверстиях. Трехсантиметровые снаряды с легкостью пробивали дома на вылет. Вот она прошла снаряд сюда, ударилась, разбила шухлядку и тут еще круг разбила. Потом вот здесь крышу разворотил. А на калибры поменьше военные часто не обращают внимания. Как, например, сегодня ночью. Они потихоньку начали стрелять, вытягивали, вытягивали. Мы наблюдали, откуда стреляют. Все позиции виски не высекали. А это уже околицы соседней Красногоровки. Тут боевики частенько накрывают огнем городские улицы. На днях досталась местной больнице. Был прилет за стороны темчасово укупованной территории. На этой территории постраждал их не было. Неожиданно неподалеку раздается взрыв. Уходим за туда, туда уходим. Слушаем выходы. 82, скорее всего. Небезопасно теперь и на дороге между Красногоровкой и Марьинкой. На днях местный житель попал здесь под шальной обстрел боевиков. Машина выехала с Марьинки, ехала в Красногорику, местный житель. Пуля калибра 7,62 заочепила стойку правую. Прошла по касательной по стеклу и ушла десь на сторону. Спасла скорость. Теперь этот участок лучше пересекать на максимальном ускорении. Холодный синаптически. Этот май стал для Донбасса весьма горячим. Руслан Смещук, Вадим Ревун и Евгений Малярчук. Подробности телеканал Интер. Вынужденные переселенцы в Днепре остались наедине со своей жилищной проблемой. Многие из них ютятся в съемных комнатушках или квартирах без элементарных удобств. И это при том, что в городе уже более двух лет пустуют общежития, отремонтированные специально для переселенцев за деньги Евросоюза. Почему, выясняли наши корреспонденты. Аркадий три года назад бежал из Донецка из-под обстрела в Днепр. Он инвалид, поэтому не может найти работу. Живет за счет соцвыплат. Денег даже на сносное питание не хватает. И говоря уже о медикаментах, все уходит на оплату арендованной комнаты. Мужчина не раз просил помощь у местной власти. Я каждый месяц приходил, и мне был ответ один. В следующем месяце что-то придумали. И вот так вот я ходил полтора года. Пока люди скитаются по съемным комнатам, в городе пустуют четыре здания, отремонтированных на деньги Евросоюза. Их обустраивали как общежитие для переселенцев. Для этого городу выделили полтора миллиона долларов. Это кухня с мойками. Здесь вот печки стоят, просто они еще не установлены. В том здании будут холодильники и тоже часть печей. Это общежитие проставят уже два с половиной года. Поселить сюда людей не могут, так как здание на бумаге является детским садом. Его нужно поменять статус на жилое помещение. Общежитие это будет, временные квартиры, переселенные, как угодно, гостиница. В Горсовете рассказывают, уже занимаются переоформлением документов. Через три месяца бюрократическая процедура будет завершена. Но и тогда люди не смогут сразу же заселиться. Ведь в некоторых зданиях нет канализации, не подведено электричество и газ. Даже если там вопрос в электросети, в канализации, все равно это все будет через проект делаться по подключению. Тут дальше сроков мне объявить трудно. Это всего лишь отговорки, уверены юристы. Ведь, как выяснилось, часть отремонтированных комнат уже заняла одна из местных общественных организаций. А на еще одно здание претендует предприниматель. Что происходит? Если вопрос в документах, тогда почему другим организациям и другим людям эти здания передаются? Надежды на то, что людей когда-нибудь заселят в отремонтированные здания, все меньше, признается дончанин Игорь. Он в Днепре уже три года показывает папку заявлений от таких же, как он, вынужденных переселенцев, помогает им с поиском недорогого жилья. Просто нет слова, мы не знаем, как это называется. Это злой умысел или просто бюрократические проволочки. Почему это делается? С какой целью? Переселенцы мириться с ситуацией больше не хотят. Уже создали электронную петицию, просят президента вмешаться. Ведь пока чиновники переоформляют статус отремонтированных помещений, те уже начинают разваливаться. В одном из зданий обрушился потолок. По фасаду пошли трещины, а крыша дала течь. Виктор Ткачук, Елена Миндалюк, Евгений Коденцов. Подробности телеканал Интер Днепр. Сегодня в Украине день памяти жертв политических репрессий. Президент Петр Порошенко возложил цветы в национальном заповеднике Баковнянские могилы. Здесь покоятся десятки тысяч жертв тоталитарного режима. В своем выступлении глава государства в частности заявил, что подпишут закон о запрете Георгиевской ленты, как только он поступит из Верховной Рады. Это не символика Другое святобоя. Это символика, символ агрессии против Украины 14-17-го. Потому что обвешены этими стричками, боевики вбивают наших воинов каждого дня и ночи. И прямо сейчас, пока мы тут, они тоже тянут украинских воинов. И, наконец-то, на жаль, эта Россия своей политикой по отношению к Украине сама поставила эту стричку поза законом. 30 миллионов гривен за полную украинизацию. Такую сумму обещает глава Донецкой военно-гражданской администрации Павел Жибривский к городу, который первым переведет все указатели, названия и рекламные вывески на украинский язык. Второе место гарантирует получение 20 миллионов, а третье – 10. Деньги выделят из областного бюджета на развитие инфраструктуры. Желание принять участие в этом соревновании уже изъявили несколько городов. Глава Еврейского комитета Украины Эдуард Долинский требует открыть уголовное производство против Владимира Ветровича, директора Института национальной памяти. С таким призывом он обратился к генпрокурору Юрию Луценко на своей странице в Facebook. Подобную реакцию вызвало заявление Ветровича о том, что знаки отличия дивизии СС Галичина не подпадают под действие закона о запрете нацистской символики. Хотя, по словам Долинского, бойцы этой дивизии присягали на верность нацистской Германии, а флаг подразделения тот же нацистский флаг со свастикой. Десятки еврейских могил, расположенных на Куреневском кладбище столицы, разгромлены неизвестными вандалами. При этом разрушенные надгробья находятся буквально в 100 метрах от памятника минора в Бабьемьеру. Мы связались с полицией Киева, чтобы узнать, кто это совершил и почему допустили такой вандализм, но правоохранителям о происшедшем, как оказалось, неизвестно. Ночной взрыв. В столице неизвестные бросили боевую гранату в жилой дом, где располагается офис Конгресса украинских националистов. Взрыв раздался около 11 часов вечера. Никто не пострадал. По предварительным выводам экспертов, это была граната РГД-5. Взрывной волной и осколками повреждены стены и входные двери помещения. Следователи квалифицируют произошедшее как хулиганство. Злоумышленникам грозит от 3 до 7 лет лишения свободы. На курорты без загранпаспорта Турция разрешила въезд украинцам по новым документам, внутренним ID-картам. Об этом сообщили в Государственной миграционной службе. Турецкие власти уже опубликовали официальное решение, признающее новые украинские паспорта с чипом, документом для поездок в их страну. Соглашение может начать действовать уже через 2 недели. Украинцы к этому времени успели оформить около 600 тысяч новых ID-карт, а ежедневно новые документы оформляют примерно 6 тысяч человек. Меньше месяца осталось до того дня, когда Европейский Союз откроет свои границы для украинцев. Пока же в отделениях миграционной службы настоящий аншлаг. Люди буквально штурмуют их, чтобы получить биометрический паспорт, а в пунктах пропусках готовятся к наплыву туристов. Подробнее в нашем материале. Житель Черновцов Андрей за границей частый гость. У мужчины бизнес в Румынии, ездит туда каждую неделю. Визу открывает раз в полгода. С нетерпением ждет без виза, чтобы и деньги сэкономить, и время. О без визе мечтают не только жители приграничной Буковины. Во многих регионах люди ежедневно штурмуют отделения миграционной службы. Украинцы даже установили рекорд. Только за один день биометрику оформили 19 тысяч людей. В пункте пропуска Порубное на границе с Румынией к ажиотажу готовы. Для пограничников закупили средства биометрического контроля и обеспечили доступом к базе данных Интерпола. Все это поможет существенно сократить время пребывания людей на границе. Вот только даже с ID-паспортом на руках не все смогут пересечь границу. Один день в Европе обойдется от нескольких десятков до нескольких сотен евро в зависимости от требований страны, которую вы собираетесь посетить. Сами же украинцы в массовый ажиотаж на границе верят слабо. Я знаю, что всего 20% украинцев выезжают за пределы страны. Я не думаю, что прям вот там хлынет. Тот, кто мог себе позволить в Европу ехать, тот, наверное, мог позволить себе и получить эти визы. Напомним, для украинцев безвизовый режим начнет действовать уже через три недели, в ночь с 10 на 11 июня. Анна Демиденко, Ольга Паломарюк, Игорь Рига. Подробности телеканал Интер Черновцы. 200 тысяч евро в пакете. Крупную партию валюты пытался нелегально вывезти в Польшу гражданин Украины. Границу пересекал в пункте пропуска Шегини. Пограничники заранее знали о возможной валютной контрабанде и во время досмотра автомобилей стражи границы обнаружили в личных вещах одного из выезжающих пакет с купюрами. Все изъяли. Нам нарушителя составлен админпротокол. Потоп на Закарпатье из-за сильного ливня, который прошел накануне в селе Белая Церковь Раховского района, затопило сотню дворов и 10 жилых домов. Воду откачивают подразделения госслужбы по чрезвычайным ситуациям. Никто из жителей не пострадал, эвакуация не понадобилась, электроснабжение уже восстановили. Сельсовет создал специальную комиссию, и участники будут обходить подворье, чтобы установить размер ущерба, нанесенного стихией. Куда уходят миллиарды? Только на Прикарпатье. В прошлом году служба автомобильных дорог закатала в асфальт официально более 1 миллиарда гривен. Но, как выяснилось, большинство автомагистралей снова требуют ремонта. О дорожном решите наши корреспонденты. Кривопильский перевал один из самых высоких и сложных для проезда в Карпатах. Ежегодно здесь десятки аварий и зачастую из-за плохой дороги. В 2015-м ее капитально отремонтировали. На полтора километра покрытия потратили почти 3 миллиона гривен. Но, говорят местные, не прошло и полгода, как дорога начала расползаться. Гарантийный срок эксплуатации этих дорог минимум 10 лет. Работы выполняла местная компания, которая за два прошедших года отремонтировала еще десятки таких же участков в Верховинском и Косовском районах, получив за это 80 миллионов гривен. Но там уже крошится асфальт и появляются ямы. Ну, видите, тут все не мало бочи, не ревны. Ну, векция не ехать, не ходить, не пешить, не ровно. Таких участков на недавно отремонтированной дороге как минимум 20. Их обнаружили специалисты госпредприятия Дортцентр, которые в марте мониторили техническое состояние трассы. Директор фирмы, выполнявший ремонт, заявляет, сделали то, что заказывал Ивано-Франковский ОблАвтодор. В ОблАвтодоре комментировать ситуацию на камеру не горят желанием. Прислали лишь письменный ответ, в котором утверждают, что все обнаруженные ямы и дефекты на дорогах уже устранены. По-видимому, дорожники даже не рассчитывали на то, что их якобы выполненную работу могут попросту проверить. Даниил Снисор, Жанна Дучак, Зиновья Автоназ, подробности, телеканал Интер, Ивано-Франковская область. В Турции автобус с топ-политиками попал в аварию. Всего в салоне находились 39 человек, из них пострадали 32. Местные СМИ сообщили, что в машине находились представители партии справедливости и развития. Делегаты ехали из Измира на внеочередной конгресс политсилы. Водитель потерял управление, из-за чего автобус въехал в забор. Пострадавших госпитализировали, их здоровью ничего не угрожает. КНДР провела новое испытание баллистической ракеты. О ее запуске сообщили в генштабе армии Южной Кореи. По данным военных, ракета преодолела расстояние около 500 километров в сторону Японского моря. Информации о типе вооружения пока нет. Президент Южной Кореи Мун Джей Ин уже созвал срочное заседание Совета безопасности страны, а Япония предложила обсудить запуски ракет КНДР на саммите Большой Семерки в Италии. Синий щит накрыл Израиль. Там готовятся к приезду американского президента. Меры безопасности особо жесткие, пробки ожидаются колоссальные. О чем Трамп будет говорить с израильским руководством, расскажет Сергей Оуслендер. Когда я писал текст этого материала, я все пытался подобрать сравнение, как же будут встречать в Иерусалиме Дональда Трампа. Так и не подобрал. Просто его будут встречать как американского президента. Улицы увешаны флагами двух стран, в аэропорту красная ковровая дорожка, множество гостей, а меры безопасности такие, что просто не с чем сравнивать. Тысячи полицейских и сотрудников спецслужб сосредоточены в Иерусалиме. Город месяц прочесывали на предмет поиска возможных террористов. Там находятся подразделения спецназа, снайперы, кинологи, саперы и все это не считая сотен американских агентов, которые уже прибыли и прибудут вместе с президентом. И даже номер, гостиничный номер, в котором будет жить Трамп, особенный, это номер бомбоубежища. Операция по обеспечению безопасности визита американского лидера получила кодовое название «Синий щит». Пять тысяч полицейских израильской полиции, пограничной полиции будут задействованы в мероприятиях, которые будут обеспечивать безопасность визита президента Соединенных Штатов Америки. В основном, конечно, все эти меры безопасности будут предприниматься в Иерусалиме. Президент будет посещать определенные места, которые, естественно, мы знаем, это и по всей вероятности музей Яд-Вашем, и определенные места в старом городе, и стена плача. Поэтому вблизи всех этих мест будет определенное перекрытие улиц. Трамп прилетит в Израиль из Саудовской Аравии. Факт сам по себе любопытный, учитывая, что между двумя странами нет прямого авиасообщения, но для такой важной персоны все-таки сделали исключение. В Иерусалиме Трамп, помимо протокольных мероприятий и всяческих посещений интересных мест, собирается обсуждать с премьером Нетаньягу, а позднее в Вифлееме с Махмудом Аббасом, президентом палестинской автономии, пути выхода из Палестино-израильского конфликта. В частности, говорят, что он предложит прямые переговоры Рамалы и Иерусалима при непосредственном участии Белого дома. Кроме того, сам Трамп неоднократно подчеркивал, что собирается как бы перезагрузить отношения Америки и еврейского государства, учитывая, что в период президентства Барака Обама они переживали довольно сложный период. Сергей Услендер, подробности, телеканал Интер, Израиль. Визит Трампа в Саудовскую Аравию уже вызвал шумиху в мировых СМИ. Напомню, это первое зарубежное турне американского президента. И сообщения о поездке пестрят как громкими заявлениями, так и сведениями о конфузах, которые сейчас пытаются замять. Трамп тут и высшую награду страны получил, и с саблями станцевал. Американский президент ставит себе в заслугу крупнейший оружейный контракт. США продадут оружие на 110 миллиардов долларов. Трамп за один раз продаст сюда столько, сколько Обама за все годы президентства. Причем дальнейшие сделки должны довести эту сумму до рекордных 350 миллиардов. Газдеп пояснил, что Вашингтон поставит и противоракетные комплексы «Патриот», и новейшие системы перехвата, а еще танки, артиллерию, БМП и вертолеты, и даже военные корабли. Параллельно страну открывают для американского бизнеса. 19 крупнейших американских компаний получают разрешение на работу. Но за красивым фасадом бизнес-успехов не остались незамеченными и масштабные проколы, которые с удовольствием смакует пресса. Жена и дочь Трампа не стали покрывать голову, отказавшись от традиционного в королевстве платка. И это при том, что Трамп в свое время жестко раскритиковал Мишель Обаму за несоблюдение дресс-кода во время визита в Саудовскую Аравию своего предшественника. Более того, американская пресса написала, что Иванка Трамп и ее муж Джаред, которая входит в делегацию, якобы попросили для этой поездки разрешения у раввинов. Ведь они строго соблюдают традиции иудаизма, а вылет был как раз в Шаббат. Но несколько часов назад разразился скандал. Сам раввин сообщил израильским СМИ, что никакого разрешения не давал. Ортодоксальные евреи могут путешествовать в Шаббат лишь при угрозе жизни и безопасности. Так что перелет в Израиль, куда дальше отправился Трамп, омрачен очередным скандалом, в который главу государства втянула семья. Виталия Кушмир. В Венесуэле сотни тысяч человек вышли на улицы с требованием об отставке президента Николаса Мадуро и проведении досрочных выборов. В столице страны, Каракасе, около 160 тысяч демонстрантов приняли участие в марше. Люди готовились к столкновениям с полицией, поэтому были в защитных масках, а в руках несли щиты, палки и камни. Беспорядки в Венесуэле продолжаются 50 дней. За это время в стычках с силовиками погибли не менее 47 человек, сотни получили ранения. Они должны нас услышать. Я тоже очень боюсь, но еще больше боюсь потерять своих детей из-за отсутствия безопасности на улицах. Я боюсь выйти на улицу и не найти еду для своей семьи, не найти лекарств. Вот что меня пугает. Поэтому я сегодня на митинге ради своих детей. Шок и трепет на Каннском фестивале. Причем такую реакцию звездных гостей вызвал вовсе не остросюжетный боевик или триллер, а бомба. Точнее, сообщение о минировании кинозала. Чем все закончилось? Алексей Пшемызкий. Инцидент произошел вчера вечером. В преддверии пресс-показа киноленты «Молодой Гадар» Мишеля Хазанавичуса неизвестный позвонил в полицию, сообщив, что в кинозале заложена бомба. Вскоре стражи порядка обнаружили у входа брошенную сумку. Людей моментально начали эвакуировать. Нам пришлось очень долго ждать. Только потом нам сказали, что кто-то оставил сумку внутри, и ее проверяли полицейские и саперы. Нам сказали немедленно покинуть здание. Однако обошлось без паники. Конечно, все старались выйти поскорее, но по головам не бежали. Залп Дебюсси, где был запланирован показ, зацепили полицейские, а на крышах соседних зданий появились снайперы. Гостям пришлось около получаса ожидать на улице, не понимая, что происходит. Есть такая система, называется громкоговоритель. Она недорогая. Все, что администрации фестиваля нужно было сделать, это купить пару таких систем или взять на прокат и спокойно все объяснить людям, чтобы никто не толкался, не паниковал и знал, что происходит. Бомбу таки не нашли, людям разрешили вернуться, а пока начался с 40-минутным опозданием. Безопасность гостей главная забота организаторов юбилейного 70-го Каннского фестиваля. Франция до сих пор живет в условиях чрезвычайного положения. В Каннах дежурят тысячи полицейских. После прошлогоднего теракта в Ницце пешеходная зона здесь оградили бетонными блоками, а на улицах поставили более полутысячи камер наблюдения. Угроза терактов отразилась и на самом фестивале. В этом году по словам критиков на Лазурное побережье приехало рекордно малое количество кинозвезд. Среди тех, кто не побоялся Уилл Смит, Николь Кидман, Моника Белуччи, Марион Котияр. А жюри в этом году возглавляет известный режиссер Педро Альмадовар. В основном конкурсе на 70-м Каннском фестивале представлены 80 кинолент, в том числе и фильм «Кроткое» украинского режиссера Сергея Лозницы. Алексей Пшемыский, Иван Ермаков. Подробности Европейское бюро телеканала «Интер». Свадьба года в Великобритании. Под венец пошла Пипа Миддлтон, младшая сестра герцогини Кейт. Подробности церемонии, которую мечтала посетить вся мировая пресса у нашего британского субкора Оксана Кундеренко. Филиппа Миддлтон, наверное, самая знаменитая светская дама в Великобритании. Личная жизнь 33-летней красавицы всегда была под пристальным вниманием желтой прессы. И когда девушка обручилась с миллионером Джеймсом Мэтчизом, только ленивый не обсуждал их будущую свадьбу. И вот у приходской церкви Миддлтона в графстве Баркшир настоящий ажиотаж. Прибывают именитые гости. Вот теннисист Роджер Федерер с супругой. Вот внучка королевы принцесса Евгения со спутником. И даже принц Гарри. Но один видимо правило нет кольца нет приглашения сработало для его подружки Меган Маркл, которую в церковь не позвали. Поговаривают, невеста опасалась, что все внимание достанется пассии принца. Но в особенный для Филиппа день все объективы были нацелены именно на нее. Какое платье восторгались ценители моды сшито из кружева без единого заметного шва дизайнером Джайлзом Диконом. Даже старшая сестра Кейт Миддлтон в необычайно элегантном наряде не стала предметом обсуждения, а только поправляла пышные юбки младшенькой. Публичные роли в церемонии отвели другим членам монаршей семьи. Юный принц Джорджи и принцесса Шарлотта исполняли роль Пажа и девочки цветочницы. Редкое появление на публике позволило журналистам рассмотреть малышей поближе. И вот уже муж и жена выходят из церкви рука об руку. Поцелуй на камеры и в роскошном старинном Ягуаре новобрачные отправляются праздновать. 350 гостей самого высшего ранга собрались на банкет в семейном поместье Миддлтонов. И вот среди них та самая загадочная девушка принца Гарри на вечеринку и все-таки разрешили прийти. Подробностей о праздновании крайне мало. Всем запретили пустить фото и видео в соцсетях. Известно, что в небе над гостями исполнял фигуры самолет Спитфайр времен Второй мировой войны. А охрана позаботилась о том, чтобы торжество прошло в режиме строжайшей секретности. Оксана Кундеренко и Валентин Белич подробности Британское бюро телеканала Интер. Испорченное свидание в фантастический регион в современной Норвегии и мужской протест против насилия над женщинами. Об этом и не только в нашем международном обзоре. В Норвегии может появиться свой мордор. Именем фантастической страны Толкиена жители хотят назвать новый регион объединение земель Тромса и Финнмарка. Таковы результаты голосования, проведенного одним из местных изданий. Кроме страны орков, в списке были менее эксцентричные варианты. Арктиз, северная местность или просто Финнмарк. К последнему, кстати, склоняются норвежские лингвисты и, скорее всего, местные власти к ним прислушаются. В Южноафриканской республике протестовать против насилия над женщинами вышли мужчины. Представители сильного пола собрались в длинную колонну в центре столицы Притории. Некоторые из них держали плакаты с именами девушек, пострадавших или погибших в результате домашнего насилия. Но возглавляла колонну женщина. Только за прошлый год полиция зафиксировала в ЮАР 64 тысячи случаев жестокого обращения с женщинами. В Канаде морской лев утащил ребенка в воду. Животное плавало недалеко от причала, где стояла девочка. Как только она присела у изгороди, лев схватил ее за платье и под крики шокированных очевидцев стянул в воду. Спасать малышку бросился мужчина и вытащил ребенка на берег. К счастью, никаких травм девочка не получила. В США 10-метровый кит заплыл в гавань для прогулочных кораблей и не смог найти путь в открытый океан. По словам представителей береговой охраны, в поисках правильного направления великан плавал по гавани часами. На помощь киту подозвали местных биологов. Ученые вывели животное в океан, имитируя так называемое пение китов. Горе ухажер подал в суд на девушку из-за неудачного свидания. Американцу Брэндону Вейзмору не понравилось, что во время киносеанса его подруга отвечала на сообщение по телефону. Дескать, это очень отвлекало от просмотра. После свидания Брэндон потребовал возместить ему 17 долларов за билет. Чтобы доказать всю серьезность причиненной обиды, подал иск в суд. Девушка назвала такую выходку сумасшедшей, но все же извинилась и отдала деньги. В США закрывается легендарный цирк братьев Ринглинг. Артисты шоу со 150-летней историей сегодня выступают в последний раз. Причины финансовые. Продажи билетов падают, расходы только растут. К тому же ровно год назад сотрудники цирка вынуждены были отдать слонов, на которых держалась большая часть программы. Этого уже давно требовали защитники животных. С тех пор с финансами окончательно не заладилось. Руководство цирка уверяет, решение было нелегким, но правильным. Больше новостей как всегда на нашем сайте подробности в прямом эфире увидимся уже завтра. Хорошего вечера и до встречи.